Мало ставить амбициозные задачи, главное суметь их выполнить. Это один из ведущих принципов работы Витени Яумифи. Сегодня в актовом зале института собрался весь профессорско-преподавательский состав, чтобы подвести итоги года прошедшего и наметить планы на будущее. Что было и что будет, узнавала и наша съемочная группа. До начала нового учебного года остается всего два дня. Волнение абитуриентов перед поступлением уже сменилось трепетным ожиданием первых дней в высшем учебном заведении. Но готовятся не только студенты, но и преподаватели. Накануне о наборе учащихся и задачах профориентационной работы говорили на заседании ученого совета Витени Яумифи. А уже сегодня куда более широкую повестку обсуждали на собрании профессорско-преподавательского состава института. Бодрое настроение, заданное студентами, поддержала церемония награждения. Благодарственные письма мэра города и руководителя Витени Яумифи получили преподаватели и сотрудники ВУЗа. Среди них и юбиляры, и самые активные участники институтской жизни. Те, кто внес весомый вклад в достижения Волгодонского инженерно-технического института. Те, кто своей работой ежедневно повышает план Кумифи. Во-первых, наш университет вошел в лидеры отечественной высшей школы. Университет вошел в первую тройку национального рейтинга 2012. Вошли в рейтинг университетов Times-Hide Education 2012. Наш институт стал победителем конкурса повышения конкурентоспособности ведущих университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров. Необходимость укрепления международной конкурентоспособности МИФИ ставит перед Волгодонским инженерно-техническим институтом новые задачи. Профессорско-преподавательскому составу нужно совершенствовать свою работу. Пусть это сложнее, но руководство Волгодонского института считает этот путь единственным верным. Планка, которой теперь нужно соответствовать выше, а значит Витиню будет стоять на месте, развиваясь с каждым днем. Чтобы помочь профессорско-преподавательскому коллективу модернизировать свою работу, на собрании с докладом выступила заместитель мэра города по социальному развитию. Уровень безработицы в городе Волгодонске один из самых низких в Ростовской области, ниже гораздо показателя в Российской Федерации составляет 0,4%. В этом есть заслуга профессорско-преподавательского состава института. А значит, Витиньяумифи как ведущий вуз города готовит профессионалов, теоретическая база которых позволяет в самые короткие сроки вникнуть в поставленные работодателям задачи и четко выполнить их. Наталья Полищук доложила и о том, что проект строительства третьего моста сдвинулся с мертвой точки. Совсем недавно были взяты пробы воды и грунта, и скоро начнется разработка проектно-сметной документации. В возведении так необходимой городу дороги между старой и новой частями, возможно, будут участвовать и выпускники Витиньяумифи. И тогда Волгодонск в очередной раз оценит качественную работу настоящих профессионалов своего дела. Ольга Трегубова, Иван Иванков, Петр Авдеенко. Новости ВТВ. Новости ВТВ. Новости ВТВ. Продолжение следует...